Всем привет! Предлагаю посмотреть на комплект поставки телефона Sharp SH930W Aquasfone, флагманский смартфон компании, один из первых телефонов с Full HD экраном, 5 дюймов, 1920х1080 точек. Характеристики сделаны в Китае, дизайн Sharp, как интересно отмечена дата производства 1 декабря, ну и характеристики я еще перечислю. Открывается вот так вот коробка. Телефон крупный, наклейки, руководство пользователя, инструкция в картинках, что-то тут про безопасность и гарантийный талон. Защитная пленка на дисплей, такую красоту необходимо конечно же оберегать. наушники белые, видимо под цвет крышки, с дополнительными накладками, микро-USB, провод, зарядка с выходом 1000 мА, батарейка емкостью 2120 мА, номинальная емкость. Все, больше ничего здесь нет, поэтому я закрою и расположу вот так вот, чтобы вы видели характеристики, я видел, все было наглядно. Снимается крышка таким движением, как у SH631W. Здесь у нас слот под микросим, а разъем под карту памяти я не вижу. Видимо, сколько здесь внутри у нас гигабайт. Что-то емкость здесь не указано. По-моему тут 32 или 16 гигабайт. В общем, пользователю, по мнению компании, должно хватить. Вставляем батарейку. Сейчас включится устройство, посмотрим, сколько там выделено нам для хранения всяких фото, видео, игрушек. И запускаем. Класса питания на верхнем торце. Дотягиваться не очень удобно. Страшная пленка, избавляемся от нее. Смотрим на загрузочный экран. Итак, у нас весит телефон 145 грамм почти. Экран TFT, двухъядерный процессор, внутри стоит MSM 8260A, Crate Snapdragon S4 1.5 ГГц, Android 4.1, сразу из коробки идет. Камеры 2 мегапикселя спереди и 8 мегапикселей. Сзади обе с BSI, задняя подсветка. Выбираем русский язык. Пуск. Экран настроек отличается от экранов настроек у 1631837. Возможно, это как-то связано с 4.1 Jelly Bean. Может быть, просто так вот компания подчеркивает флагманский статус телефона. Так, нет, спасибо. Почему-то не до конца переведены некоторые экраны. Все, телефон настроен. Будьте как дома. Поддержка сетей 2G, 3G. LTE здесь нет. GPS, GLONASS, Wi-Fi, Bluetooth. Ну и, собственно, все. А, порт MHL у нас тут. То есть, это и microUSB, и HDMI. Включение произошло, и я вижу, что нет здесь фирменного лончера. Fill EX, который есть у 837, например. Давайте рядом его поставлю. Так. Так вот он выглядит. Три экрана, программа, виджеты, ярлыки. Но мы можем от него отказаться, если он нам по каким-то причинам не нравится. Возможно, он включается отдельно. Давайте посмотрю в экран. Нет здесь опции. Fill EX, включения нет. Не знаю, с чем это связано, отказ. Ну ладно. Раз нет Fill EX, может просто компания не успела его под Full HD еще оптимизировать. Значит, будем изучать такой вот стоковый, практически стоковый лончер Android Jelly Bean. Могу сказать, что идет как-то не очень все плавно. Наверное, либо разрешение высоковато для такой начинки, либо еще первая загрузка состоялась только, и что-то там еще какие-то библиотеки подгружаются. Как бы то ни было, обязательно проверим на быстродействие телефон. Прогоним его по бенчмаркам, попробую его в разных игрушках. Есть также сильное желание сравнить телефон по производительности с Sony Xperia V. И там тоже процессор Snapdragon S4, чипсет 1.5 ГГц, только вариант с LTE. Но никак этот дополнительный модем LTE на производительность влиять не должен. И посмотрим, как влияет разрешение. Здесь у нас Full HD, здесь HD. Наверное, я еще прогоню его рядом с Samsung Galaxy S3. Кстати, посмотрите, насколько AquaSphone больше, чем у Galaxy S3. Там на несколько миллиметров получается. Вот здесь 5 дюймов, здесь 4,8 дюйма. Ну и Sharp 837. У него 4,7 дюйма экран. В общем, мне нравится, как инженеры компании Sharp и дизайнеры используют лицевую сторону. Вверху и внизу маленькие полоски. Нет каких-то больших выступов. Пообещал я показать, сколько памяти в телефоне. И как-то не показал, нехорошо. Так, память. Да, 32 гигабайта внутри у нас. И доступно пользователю примерно 25 гигабайт. Плюс-минус там сколько-то мегабайт. Если есть вопросы по телефону, задавайте. Постараюсь на них ответить. Подписывайтесь, комментируйте. С Новым годом, с наступающим. И до свидания.